В преддверии муниципальных выборов городское предприятие Дагопол Силтумтыкли находится в топе городских новостей. Некоторые политики, в надежде привлечь внимание избирателей к своей персоне, выступают сенсационными лживыми заявлениями и говорят о том, что городские теплосети отданы на откуп коммерческим предприятиям. Спешим успокоить горожан. Дагопол Силтумтыкли были и по-прежнему остаются муниципальным предприятием. Сегодня наши так называемые городские оппозиционеры очень много любят говорить о том, что на теплосетях есть договора, которые заключены с нарушением, коррупционные договора, но почему-то называют только два – с латнефтегазом и с цехусом. Но умалчивают о том, что огромные мощности отданы фирме Сприна, причем при Марисе Лауденше, то есть при Жанне Кулаковой. Именно при, так сказать, их любимом мэре реализовывался этот проект. Был подписан договор. Аналогично БК «Энергия». Кстати, что интересно, у БК «Энергия» Батерга и у Сприна, у печально известного Батерга, один учредитель – господин Спириновский. Ну, там одни люди были. И Гин Сорокин, и Спириновский – это, в принципе, никому, ни для кого не секрет, являются друзьями господина Ширякова, которого взяли на заправки со взяткой. И сегодня, на сегодняшний день, я так понимаю, те люди, которые выступают за то, что одни договора хорошие, другие плохие – это как раз-таки реализаторы интересов того же господина Ширякова, тех же господ Гинта Сорокина и господина Спириновского. Кстати, о фирме Сприна, которая сегодня работает на территории ТЭЦ-3. Это единственный договор, заключенный Дагопилсилтум-Тыкли, который по результатам проверки госконтроля был признан опасным. Напомним, этот договор был заключен во время направления Жанны Кулаковой и представителей Центра Согласия. Там включены, а, первое, пятилетние сроки продления до 2035 года. Мы опять, кстати, видим ту же схему, которую мы видели с фирмой Батерго. Там аналогично было все проработано. Повторюсь, учредители Сприна и Батерго – это одни и те же люди. И вот здесь возникает вопрос, почему господин Самарин, господин Элкснич, которые сейчас главные критиканы самоуправления теплосетей, почему они умалчивают об этом? То есть те люди, которые им на сегодняшний день оплачивают предвыборную кампанию, я так понимаю, являются самыми заинтересованными лицами для того, чтобы с этими договорами ничего не стало плохого. Тариф на отопление – еще одна из актуальных тем на сегодняшний день. Попытки некоторых политиков раздуть ажиотаж вокруг этого вопроса и тем более придать ему политический характер, выглядит абсурдно. Договорились уже до того, что тариф «дакупилсилтумтыкли» на тепло за последние годы увеличился. Господа, загляните в свои счета. И при этом не забудьте о том, что цена на газ растет. И лачплесси здесь ни при чем. Отвечая на вопросы «специалистов» о повышении тарифа на тепло, хочу отметить одно. Вот у меня на руках сейчас есть два счета за 31 января 2016 года и за 31 января 2013 года, когда мэром города была Жанна Кулакова. Наглядно видно, вот как раз мегаваттная часть, и для всех горожан, обращая внимание, важно смотреть вот сюда, сколько стоит 1 мегаватт тепла. Так вот, в переводе слатов на евро в 2013 году в двухкомнатной хрущевке, вот в этой конкретно, стоил мегаватт 66,10, а через 3 года, когда наше самоуправление уже работало, мы видим 51,31. Считайте, какое понижение. То есть понижение составило примерно 20% за мегаватт. Теплосети каждый год берут кредиты, чтобы рассчитаться за газ, чтобы обеспечить горожанам поставку тепла зимой. Такова практика, утверждает Рихард Теги в одном из своих интервью. Правда, при этом не говорит о том, что такая практика была характерна для периода вправления в Даугополсе Ведавского Эйгема Строде Кулаковой в компании «Согласие». В настоящее время на такой практике поставлен крест. Последние два года наше предприятие, и это говорит о его состоянии экономическом, уже не берет кредит для покупки газа. И меня удивляет уровень подготовленности и уровень знаний тех, кто сегодня выступает с очень сомнительными заявлениями. К слову, это во времена правления в Даугополсе Рихарда Эйгема, Даугополсе Илтум Тегли оказались в долговой яме. На начало 2002 года долг теплосетей перед Латвией с газой уже составлял 2 млн 643 249 евро. К началу февраля сумма задолженности увеличилась еще на полмиллиона евро. При этом теплосети не выполнили ни одного утвержденного графика погашения задолженности. В результате Латвия с газа чуть было не прекратил подачу голубого топлива для теплосетей. Вот как тогда комментировали сложившуюся ситуацию представители компании Латвия с газа. Латвия с газа смущает тот факт, что на другие нужды у самоуправления Даугополса есть деньги. Например, кредитные 2 млн латов на приобретение оборудования для асфальтобетонного завода. Хотя один такой в городе уже есть. Нашлись. А 2 млн латов для Латвия с газа нет. В нашем распоряжении оказался прелюбопытный договор, подписанный 26 ноября 2002 года между руководителем теплосетей Владимиром Герасимовым и исполнительным директором фирмы «Энергодин» Юрием Синелобовым. Согласно этому документу, компания «Энергодин» разрешала за свои средства построить 4 когенерационные станции на территории ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, каждая мощностью чуть более 5 мегаватт. Таким образом, то, за что критикуют думы сегодняшнего созыва, планировалось реализовать еще в 2002 году. Другое дело, что если в 2002 году предприятия втихаря готовили для передачи в частные руки, о чем свидетельствует вторая часть этого договора, то команда «Лачплюсеса» добилась того, что в настоящее время городские теплосети работают стабильно. За это время мы уже установили как минимум два новых современных котла. Один российского производства, последний на третьей станции, и второй на второй станции, австрийский. Если нам позволят дальше спокойно работать, то мы собственными мощностями сможем обеспечить производственный тариф такой, как дают частники. Но для этого нужно время. А эти ребята, они хотят не сильного даугов Пилса, не сильных теплосетей, способных давать дешевую теплоэнергию. Им нужны великие потрясения для того, чтобы прийти к власти и реализовать те интересы, которые на сегодняшний день имеет господин Спириновский, Гин Сорокин, ну и другие акционеры их предвыборных компаний. А теперь познакомимся со второй частью договора, который был заключен между Дагопилсилтумтыкли и компанией «Энерго-1». Итак, вторая часть договора, а теперь внимание, предусматривала передачу всего производственного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 фирме «Энерго-1», а также право обеспечивать город тепловой энергией на протяжении всего календарного года. И еще один немаловажный момент. Согласно договору, все доходы за произведенную и проданную тепловую энергию и электроэнергию должна была получать компания «Энерго-1». Так что первая попытка приватизации теплосетей была предпринята еще при Эйгеме. И очень трудно поверить в то, что он, будучи мэром города, не был в курсе происходящего. И только ряд обстоятельств не позволили погибнуть муниципальному предприятию. Во-первых, в апреле 2003 года господин Эйгем был снят с поста мэра за допущенные финансовые нарушения и авторитарность или руководство. Во-вторых, при составлении договора была допущена небольшая техническая ошибка, что позволило в дальнейшем признать его недействительным. В 2012 году была предпринята повторная попытка прибрать теплосетик к своим рукам. Как известно, в этой истории уже были замешаны представители Центра Согласия. Чем это закончилось, всем известно. В 2013 году по подозрению в получении взятки сотрудники КНАБа задержали вице-мэра Ширякова, а также руководителя Дагопл-Силтум-Текли Мариса Лауденша и бизнесменов Спириновского и Сорокина. Господину Самарину надо изучить внимательный договор с фирмой Батерга. Если бы этот договор вступил бы в действие, а в принципе на самом деле позиция господина Самарина в свое время при голосовании по разрыву этого договора была такая, что он воздержался, то есть однозначно не сказал «нет» этому договору, то на сегодняшний день 40 мегаватт зимних мощностей на третьей станции были бы в собственности частника. Причем до 2035 года, то есть это фактически 20-летний промежуток времени самоуправление вообще не участвовало бы в производстве тепла. И тем не менее точку в деле Батерга ставить рано. Контракт, за который уже заплатили, до сих пор не выполнен. И сегодня его потенциальные исполнители опять рвутся к власти в городе. Задача прежняя. Городские теплосети должны перейти в руки частника. Так вот эти ребята пускай задают вопросы своим, вот эти все политики, своим акционерам предвыборных компаний. На самом деле эти акционеры этих предвыборных компаний просто элементарно хотят не модернизации этого предприятия, а хотят разобрать на кусочки теплосети, на вот эти вот подряды по поставке теплоэнергии городу. Вот и весь ответ вам. Удастся или нет им реализовать свои планы, зависит только от нас с вами, простых горожан, которые заинтересованы в процветании Даугуфпелса, а не материальном благополучии отдельной группы политиков и бизнесменов. Интересное наблюдение. Пока депутаты городской думы не приняли решение о расторжении договора с фирмой Батерга, ни одного из депутатов, в том числе тех, которые сейчас очень много кричат, господин Самарин, Элксинич, другие, то никого не интересовало, никто не подсчитывал, кто, сколько потерял, какие потери финансовые появились, якобы потери у теплосетей, кто кому сколько перечислил. Эти подсчеты появились очень сомнительные только после того, как это решение было о расторжении с фирмы Батерга принято. Это говорит о том, еще раз подтверждает, что эти депутаты, ну конкретно в данном случае мы можем говорить смело, где Рита Строда и господин Самарин и господин Элксинич, сейчас вот добавился Эйгин господин к ним, они появились после того, как кто-то, видимо, к ним обратился за помощью. Комментируя начавшуюся в Дагополсе предвыборную кампанию, один мудрый человек подметил, сегодня политики, которые либо были отстранены, либо сами отстранились от управления городом, но муниципальные выборы идут под новым лозунгом. Мы своровали деньги для себя, мы своруем их для вас, но у вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова